А это Сеня у нас иногда бывает так ходит. Домовой. А я тогда кто? Ты просто говоришь, что тапки двигаешь. И оно так жестко... Звук такой. Кто из нас будет говорить первым? Я скажу. Я психолог, ты консультант, мы переехали. Годится? Расскажи. Прям вот как есть, да? Ну да. Я дева Мария, а он Иисус Христос. Донести это как-то местным получилось невозможно. Психи избежали иском. Работай. Работай. Ну, рассказывай про свою секту. Ты сектантка, я тут просто живу. У нас не все в порядке в отношениях. И Максим себе купил отдельный дом и теперь живет отдельно. Мы вообще малоимущая семья. И концы с кланцами еле сводим. И вопрос, на что получается жить? Мы можем там банки грабить. Настолько банки у нас незащищенные. Выше двадцатки ты не прыгнешь. У нас дома телевизора нет. Микроволновки тоже нет. Почему здесь, например, нет пятерочки, там магнита, монетки? Ну, потому что здесь людей мало. И много детей тут утопилось с нашего приезда. Мало кто что знает. У нас какая-то голова другая. Она совершенно по-другому все видит и совершенно по-другому воспринимает эту реальность. Секта — это прекрасно. А про секты-то так и не рассказали. Редактор субтитров А.Семкин Меня зовут Максим Денисов. Я психолог. Ирина Каменских — финансовый консультант. Три года назад мы переехали из города Миллионника в Пермь в село. Все началось с того, что мы в один момент поняли, у детей нет своего жилья. И на фоне этой мысли мы начали думать, что нам пора бы обзавестись своим домом или своей квартирой. У нас получилось так, что мы перебрали все, что можно было. Но ничего хорошего мы не нашли. Смотрели какие-то однокомнатные, двухкомнатные. И в последний момент мы уже почти нарвались на мошенников. А я Ирине как-то сказал, я в свой дом не поеду. Ну, давненько еще. Максим сразу и говорил, что я в дом никогда вообще не поеду, потому что там все время что-то нужно делать. В квартире, когда находишься, там же очень многие вопросы, они решены. Не нужно следить там за целостностью крыши, например, во время дождя. Там ничего не капает нигде. Если что-то капает, то придет кто-нибудь и эти вопросы решает. Просто у нас не осталось вообще никаких вариантов, когда мы уже вышли на мошенников. И вот в тот момент я поняла, что этот дом стоит уже 8 лет. И потом я вот утром встала с мыслью, что... А вдруг человек передумал и решил, что он поживет еще в доме, но уже в своем. И я ему просто подошла и спросила, а ты хотел бы жить в своем доме? Не в съемном каком-то там, не в чьем-то, а в своем. Показывает фотографию, сделанную на мыльницу. Там, не знаю, в каком-то там 2008-м или 2009-м году. Видно только фасад дома. Я смотрю фотографию и говорю, отлично, классный дом. Собирай вещи, переезжаем. Я, конечно, была в шоке, потому что... Я говорю, ты уверен, что ты хочешь так вот не глядя переехать? Даже посмотреть не хочешь? Я говорю, не надо ничего смотреть. Просто собирай вещи, мы переезжаем. Единственный вопрос, который у нас стоял, нам нужно было, чтобы родственники дали одобрение. Причем у родственников на тот момент времени уже был покупатель. Весомым аргументом, наверное, стало это то, что у нас уже были деньги, мы могли уже купить этот дом. То есть не надо было нас ждать, потому что того покупателя надо было ждать, пока он квартиру свою там продаст. Нас ждать не надо было, мы готовы были оформить сделку прямо вот здесь и сейчас. Вторым аргументом стало, что дом останется в семье. И на фоне этого они сказали, окей, давайте вы переедете, сначала поживете летом. Мы посмотрим дословно, если вы тут не сдохнете до конца лета, окей, мы тогда продадим вам дом. Они переживали из-за того, что мы городские, ну как мы здесь вообще будем жить, что мы здесь, как мы будем вообще строить этот быт. И ключевым было то, что Ирина сказала, в селе живет мой крестный, если что он за нами приглядит. Родители волновались первое, видимо, время, и к нам приходил крестный, и мы пару раз заметили, что он тихонечко ходит с видеокамерой и снимает, как у нас в огороде дела и вообще везде под крышей. И отправляет это родителям. А так родственники первое время нам каждый день звонили несколько раз в день и спрашивали, живые мы, неживые. Дошло до того, что Миша как-то взял телефон и сказал, дедушка, мы очень заняты, мы не сдохли, у нас все в порядке. И положил трубку. И тут я поняла, видимо, надо что-то делать. И вот тогда я начала писать ВКонтакте каждый день, как у нас дела, и звонков стало реже и меньше появляться. Поэтому мы смогли спокойно выносить из дома мусор и заниматься своими делами, потому что до этого нам звонили по очереди все родственники, и каждый задавал одни и те же вопросы. Как дела? Что нового? Вот это очень сильно отвлекало. Но в определенный момент времени пришлось родителям просто объяснить, что у дома новый хозяин. Потому что был какой-то период, когда папа приходил, он же здесь вырос, и они даже другие родственники, и те, кто были когда-то в этом доме, в гости приходили. И начиналось, вот здесь висели часы. Они у нас на даче все еще висят. Давайте мы вам привезем их, вы их повесите сюда. Но нет, нам часы не нужны. А вот здесь стояла лавка, и мы хором стояло. И то есть у нас вот такие вот моменты бывали, но сейчас уже такого нет. То есть мы уже объяснили всем, что здесь другие люди живут, они жить будут по-другому. Поэтому то, что стояло и как это было, этого уже не будет. В итоге мы прожили здесь лето, мы благополучно тут не сдохли. Все, и дом оформился, с тех пор мы здесь живем. Здесь мы столкнулись с большой кучей мусора. Мы сюда когда приехали, вот площадь под крышей была завалена просто непонятно чем. Мы не выходили не знаю сколько месяцев. Мы с июля по октябрь не ходили по селу вообще. Мы все это время вытаскивали мусор. И отец у Ирины даже сказал, это вот сейчас, например, стоят мусорные баки, а раньше их не было. Раньше люди по воскресеньям мешки с мусором ставили куда-нибудь на окраину, приезжала машина и все забирала. И он сказал, вы главное больше 10 мешков не кладите, чтобы они тут ничего не подумали. А я просто выгребал мешками. То есть там 10, 20, 30 мешков стояло с мусором. Я отсюда выгреб порядка 400 килограмм с металлом. То есть приехала машина, я туда все загружаю, он смотрит это все откуда, я говорю, вот нас собирал. Поэтому вот, наверное, это единственные вот такие были трудности, что мы первое время вытаскивали очень много мусора. А так в целом все нормально. У нас даже крестный пришел и пошутил. Это все нажито непосильным трудом. Это все было очень важно. В общем, мы поняли, что родственники у меня были очень запасливые. Во время переезда не было вообще никаких сложностей. То есть там... Мы переехали за три дня. Там все прям сложилось. Быстро. У нас прям как по щелчку все складывалось, как будто вот дорога открылась и все. И как будто вот нас уже здесь заждали. Этот дом продавался очень долго. И нам до сих пор со всех сторон, зная вот как мы переезжали, говорят, что дом вас заждал. У нас стоял единственный вопрос. Нам нужно было, чтобы здесь был хороший интернет. И получается, мы сюда приезжаем на экскурсию. Я проверяю интернет. Он у меня в несколько раз выше, чем дома. Я понимаю, все, отлично. Мы переезжаем. Ну, я сейчас приезжаю, когда в город, я вообще замечаю за собой, что у меня периодически появляется вопрос, как я вообще тут раньше жила, потому что жить в городе очень тяжело. Пока я, например, жил в Перми, мне было понятно, не с чем сравнить. Когда я переехал сюда, во-первых, в деревне темп жизни совершенно другой. То есть здесь все идет как-то гораздо медленнее. И когда я в первый раз приехал в Пермь, ну, откровенно говоря, мне там было очень тяжело. То есть я просто иду по улице, и вокруг как будто вот такое движение. Быстрое, быстрое, быстрое. Все люди куда-то бегут, что-то куда-то спешат. Трамваи ездят, машину шумят. В общем, какой-то городской трэш. У меня была мысль, быстрее бы отсюда уже уехать. Действительно, вот этот городской шум, очень большое количество людей. Оно напрягает очень сильно, и устаешь очень быстро. Ну, и все равно тут действительно какое-то другое вот ощущение даже по телу, по-другому ты чувствуешь себя. Потому что здесь все-таки ты можешь как-то расслабиться, снять там обувь, походить босиком по земле. Для меня было таким прям открытием, что я всегда ходил по асфальту. Я думал, что это нормально. Когда я начал ходить здесь по земле, ощущения в теле совершенно другие. То есть ты чувствуешь вообще совершенно другие вещи, которых ты не можешь испытать в городе. Разница есть. А там все время везде асфальт, от которого парит летом. И зимой тоже не очень удобно. Потому что везде скользко. Вот у нас здесь вроде асфальта нет, да и не скользко. Потому что его просто нет. Ты ходишь и спокойно ходишь, а там вечно ноги в напряжении. И домой приходишь, когда уже вечером в городе ноги просто отказываются двигаться. Потому что уже напряжение очень сильное было в течение дня. Просто потому что там скользкие вот эти улицы очень. Здесь такого нет. Но с точки зрения инфраструктуры, понятно, есть трудности. Вот. Например, мы столкнулись с тем, что вот мы отдали в первый год ребенка в школу. Нам не особо понравилось. У ребенка безглютеновая диета. И школа не может обеспечить для нас отдельный пищеблок. Поэтому просто приняли решение, что забираем его на семейную форму образования. Что касаемо больницы, ну, мы особо не пользуемся. А так, если что-то нужно, приходится ехать 18 километров в район и центр. Я, честно, я была уверена, что в Уинске работает роддом. Когда мы сюда приехали, оказалось мало того, что роддом не работает. Там еще и гинеколога просто даже элементарно нет. Вот. Поэтому, ну, как бы меня, например, это не напрягает. Поскольку мы не пользуемся услугами медиков вот в таком формате. Тем не менее, я понимаю, что есть вещи, которыми мы пользуемся. И вот когда этих вещей, например, ну, реально не будет, тогда нам здесь будет делать нечего. А их может не быть только по одной причине. Потому что компаниям это невыгодно. А невыгодно когда? Когда этих людей, пользователей, у этих компаний, клиентов становится очень мало. Почему здесь, например, нет пятерочки, там магнита, монетки? Ну, потому что здесь людей мало. Их всего тут 800 человек. Им невыгодно. Бизнес – это язык выгодно и невыгодно. И все. И здесь все вокруг этого построено. Здесь тяжело с определенными продуктами. То есть, если нам, например, нужно что-то безглютеновое, приходится заказывать в магазин, и, может быть, они привезут. Но не всегда. Но нас спасает озон. То есть, 18 километров отсюда есть озон. Благодаря интернету мы заказываем все, что нам нужно, и нам привозят. То есть, так, да, хорошо. Здесь пока что тяжеловато с транспортом общественным. Он ездит всего лишь два раза в неделю. Раньше он ездил каждый день. А так, в основном, в принципе, все. Остальное у нас устраивает. Вот бытовые удобства. А в моем случае, как бы, для меня это тяжело было. Потому что я все-таки девочка, да. И здесь нет таких условий, как, допустим, в городе даже у нас были. Мы, конечно, в городе не, там, вау, в каких условиях жили. То есть, но, тем не менее, все равно есть некие, скажем так, бытовые вот вещи, которые облегчают жизнь. То есть, здесь на сегодняшний день, Максим примерно как-то сел и посчитал, у меня уходит на приготовление еды и мытье посуды 6 часов в день. Это целый рабочий день. Это просто потому, что вода у нас из колодца качается в дом, но она техническая, то есть на ней нельзя готовить. И после того, как я в ней помою посуду, ее нужно еще сполоснуть. Ну, чтобы там никаких историй не возникло со здоровьем. Вот поэтому получается очень все долго и муторно достаточно. Вот, что касается туалета, да, то есть он холодный, соответственно, зимой там ветром и сквозняком может просто унести. Вот, и, ну, для него нормально. Ну, и все равно, когда ты в городе находишься, да, то есть там немножко другой режим, да, и получается время, ну, скажем так, меньше уходит на какие-то бытовые вопросы, потому что даже, ну, вот, чтобы здесь помыться, нужно сходить затопить баню, подождать, пока она постоит. То есть это, опять же, несколько часов. Вот, души пошел, кранчик включил, водичка полилась, и все. То есть это занимает совершенно разное время. Ну, вот просто даже помыться, это будет по-разному здесь и там. На сегодняшний день мы решили, что мы хотим сделать сразу нормально и качественно, вот, и поэтому мы сейчас чуть-чуть вот свои планы доведем до ума, и потом уже будем обустраиваться. Не все сразу, Москва не сразу строилась. Мы, когда сюда приехали, и получается, до этого времени я здесь не была лет двадцать, может, даже больше. И что меня, например, очень удивило на самом деле, это то, что село стало лысым. То есть когда я была в детстве здесь, мне казалось, что это такое прямо зеленое место. Тут много очень было растений, разнообразных деревьев. Здесь очень было много лип. Сейчас просто вот местами, вот как лысина, просто ноль деревьев. Мы проговаривали, когда с администрацией этот момент, мы спросили разрешение, можем ли мы высаживать свои растения, свои деревья на территории села. И сейчас мы продолжаем озеленять село, укреплять берега вокруг рек, высаживая самостоятельно деревья. Иногда к нам приезжают люди, которые готовы помогать в этом направлении, потому что разорваться между всей этой деятельностью достаточно трудно. В береговой зоне мы растения высаживаем, потому что у нас опускаются берега и обсыпаются. Каждый год все больше и больше у нас река, земли съедает от берегов. Поэтому, чтобы не получилось так, чтобы дома ушли уже совсем в воду, мы постепенно берега укрепляем, высаживая деревья. Но здесь берег был достаточно широкий изначально. То есть здесь дедушка когда-то даже на мотоцикле с коляской проехал, упал в реку и его вытаскивали в пятером. А сейчас берег уже стал поменьше, то есть река его завоевывает, отвоевывает себе. И вот этот тополь дедушка садил для укрепления берега. Ну тут в принципе все деревья, которые посажены, посажены дедушкой с бабушкой. Вот. Этот тополь пришлось убрать, потому что здесь завелся бубер. И вот он тополя, этот и вот этот, он, конечно, их погрыз. А так как этот тополь, он стал мертвый, мы побоялись, что он упадет. И его решили убрать. Ну и мы продолжаем дело дедушки с бабушкой. Вот мы высадили деревья. Это ива. Она натыкана в самый нижний вот уровень берега, чтобы немножко укрепить его. и мы ее садим достаточно плотно, потому что если ее еще потом переплетать, вот так вот, то она не даст воде вообще ничего сделать. Вот. Но здесь, по идее, нужно все равно нам будет немножко как-то берег повыше делать, потому что он очень сильно уходит вниз с каждым годом. Но этот берег вообще очень сильно опускается, потому что там нет ничего абсолютно. Там вообще нет деревьев. И, соответственно, вода просто его вот наполовину практически заливает весной. Ну и постепенно он обваливается. Поэтому мы тихонечко-тихонечко высаживаем деревья. Но вот у нас тут на этом берегу косят, поэтому мы там не трогаем берег. Высаживаем только на своей территории тут у дома. Ну, часть наших деревьев, которые мы высаживаем, поедают козы, которые почему-то гуляют свободно по территории села. Вот. Хотя по закону они должны находиться под присмотром хозяев. Но, тем не менее, не все это люди понимают. И поэтому, видимо, наши деревья из-за этого страдают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сплоченностью. Мне действительно казалось, что в деревне друг другу все помогать должны. Какая-то некая дружба такая существует. Негласная. Даже если что-то случилось, но мы не общаемся, все равно друг другу поможем. Мне казалось, что здесь так. Но когда мы приехали, то я поняла, что вообще не так. Люди как-то каждый сам по себе живет и существует в рамках своей оградки. То есть вот есть ограды, и вот все, что внутри этой ограды меня касается. Все, что вовне, это не мое дело. Это должно государство этим заниматься, еще кто-то. Но меня это не касается. Мне вообще по барабану, что там происходит за забором. Но тут такое есть, но тем не менее здесь есть и достаточно такие инициативные люди, которые что-то пытаются совместными усилиями сделать. Здесь есть талантливых очень много людей. Есть люди, которые пишут стихи. Есть те, которые что-то делают своими руками. То есть талантливых людей здесь много, но все равно вот это вот какая-то скажем так, разрозненность, она чувствуется. Нет вот какого-то такого единства, которое бы, ну, скажем так, объединяло всех. Нет такой какой-то общей идеи. Но вот сказать, что администрация не заботится вообще о жителях села, я не могу. Я знаю, что все равно очень много делается со стороны администрации. Единственное, что может быть не хватает какой-то информационности в этом плане, чтобы побольше об этом говорилось, поскольку делать-то делается, но оно нигде не фиксируется настолько, чтобы об этом знали все. С точки зрения, наверное, может быть, подучиться маркетингу где-то, да, или рекламе, чтобы вот действительно это все освещалось, поскольку вот именно вот здесь, наверное, у властей хромает. Что касается там того, что люди не могут ничего изменить, но я бы так тоже не сказала, потому что даже на уровне округа проводятся конкурсы, и, соответственно, есть возможности, они есть, то есть они предоставляются, и люди могут изменить. Вопрос в том, что хотят ли, готовы ли трудиться, потому что мало сидеть и жаловаться, нужно иногда еще и лапками что-то сделать, потрудиться, там выйти, тот же борщевик, например, лопатой порубить, или пойти там что-то где-то подкрасить, где-то что-то поносить, где-то что-то отвести, не все готовы. На самом деле многие просто готовы жаловаться только, и все, а делать не готовы. Поэтому тут не все и не всегда, наверное, зависит от органов власти, все-таки от людей тоже очень многое зависит. То есть основная причина, почему люди уезжают, это нет работы. И когда здесь мы встречались с молодежью, то они прям проговаривают, а зачем я здесь нужен? То есть они не видят своего дальнейшего развития на этой территории, поэтому, скорее всего, уезжают. Они не знают, что они здесь будут делать, как они здесь будут вообще жить. Им не нравится то, как живут их родители. И вот, скорее всего, вот это вот ощущение вот той жизни, которая не нравится их, заставляет отсюда уезжать. Здесь с работы тяжеловато. Например, здесь есть вот этот вот комплекс со шатлей. Там доверка получает семь с половиной тысяч. Сварщик может получать пятнадцать тысяч. Там тракторист шестнадцать. То есть выше двадцатки ты не прыгнешь. Что касаемо школы, библиотеки, там люди работают тоже на полставки. А у нас сегодня прожиточный минимум только там выше двенадцати тысяч. И вопрос, на что получается жить? Вот они загнаны в этом, и они не понимают, как из этого выйти. Создать работу самому они не умеют. Поэтому у них жить на эту зарплату им не хочется. Те, кто молодые, понимают, что я хочу семью, я хочу по-другому, здесь работы нет, значит, мой единственный вариант уехать в город. А по сути, там они сталкиваются совсем тем же самым. Потому что важно ведь просто то, что в твоей голове. То есть, грубо говоря, если ты работаешь со своим мышлением, ты состоишься везде. Я искренне верю в то, что твой дом там, где ты. Если у тебя с головой все в порядке, ты можешь состояться даже в тайге. Ну серьезно, какая разница? То есть, мы приехали из города сюда, понимая, что для нас свобода гораздо важнее, чем вот эта вот городская клетка, там вот этот джунгли эти городские. Зачем? Здесь участок 18 соток. Это все мое. Я понимаю, я тут хозяин. Я тут делаю, что хочу, живу так, как я хочу. Я не скован какими-то рамками и границами. И для меня это гораздо дороже, чем все остальное. И я могу тут состояться, у меня есть интернет, у меня есть голова на плечах. Поэтому, например, мне не важно, где я живу. У Ирины все то же самое. Ей тоже не важно, где состояться, потому что твои навыки есть в твоей голове. Если ты можешь состояться в городе, ты можешь состояться в деревне. А у них здесь как? Мы когда переехали, столкнулись с тем, что что вы сюда переехали, здесь нет работы. У них психология в том, чтобы искать работу. То есть, не создать ее, а именно найти. А у нас психология другая. Зачем нам ее искать, если мы можем ее создать? Я это все понять как-то не мог, а потом в какой-то момент мы посмотрели сериал 80-е, который ПСТС крутили. И там на заставке была фраза «Наши родители не умели зарабатывать деньги, они умели ходить на работу и получать зарплату». И вот тогда у меня все сложилось. В какой-то момент мы столкнулись с тем, что работать из дома не очень удобно. В плане того, что вот сын на семейной форме образования, у Ирины своя деятельность. Получается, если работаю я, работать не может никто. Если сидит, например, Миша за компьютером, значит, Ирина работать не может. Если Ирина работает и с кем-то разговаривает, я не могу работать. И мы просто приняли решение, что я ищу себе офис. Оказывается, снять его непросто. Это, например, в Перми ты приходишь в любую контору и говоришь «Хочу снять вашу площадь, вот деньги, где касса, куда платить». Те вопросы не задают, ты просто денег отдаешь, все, офис твой. Здесь не так. Я написал объявление, сниму дом, пошли звонки. Я разговариваю, договариваюсь, зайду посмотреть, хорошо, заходите. Посмотрел, позвоните через три часа, звоню. Мы вам не сдадим. Я понять не могу, что такое. В другой дом я пошел, уже посмотрел, там двухквартирный, я договорился с хозяйкой, которая вот второй квартиры, что я просто посмотрю, она проведет экскурсию. Она провела экскурсию, говорит, звони хозяйке, договаривайся. Звоню хозяйке, здрасте, хочу снять, Натка, хорошо, позвоните, там через три часа звоню, мы вам не сдадим дом. Для меня это была очень непонятная история, я звоню крестному и спрашиваю, я говорю, дядь Сережа, почему меня люди шлют, что не так? Он говорит, они тебя не знают? И он спрашивает, а ты с ними лично разговаривал? Я говорю, нет, звонил, ну вот они и шлют. И для меня это тоже непонятная история. То есть, если я в городе, чтобы мне снять помещение, я же не поеду там за несколько километров на личную встречу. Это просто офис. Но я решил сделать так, как он сказал. Я пошел к нашей родственнице, которая здесь штукатурила стены в этом доме. Я знаю, что она недавно вышла замуж. Ей 70 лет с небольшим. Или 70, или около. Я прихожу к ней домой, я говорю, тетя Таня, здрасте. Она такая, привет, Максим. Я пока ничего не говорю, она говорит, можешь сделать Сбербанку? Я говорю, могу, сделал. Можешь сделать мне аккаунт в госуслугах? Могу, сделал. А вот нам тут бумаги пришли по почте, можешь посмотреть, что такое? Могу, посмотрел. Все сделал. И потом она спрашивает, а ты что пришел? Я говорю, тетя Тань, мне тут надо офис снять, а я вот там уже пробовал договориться, меня все послали, я не могу понять, что не так. Ну, решил ей немножко пожаловаться. Все, как сказал дядя Сережа. А потом я ей говорю, ну вот, вы же замуж вышли, дом стоит, давайте я буду его у вас снимать, я просто за ним посмотрю. И вам не нужно будет каждый раз ходить проверять, и я там буду, ну, грубо говоря, как хозяин вашего отсутствия. Я говорю, договариваемся, она говорит, погоди, вот, давай ты там месяц поживешь, я посмотрю, как у тебя там все будет, и только потом мы будем с тобой договариваться. Я говорю, ладно, хорошо. В итоге у меня появился офис. Первое время она звонила мне там, ну, каждые два или три дня спрашивала, чего и как. Я говорю, да все нормально. Я говорю, мне здесь по сути ничего не надо, мне надо, чтобы у меня был стол, стул, и я поставлю свое оборудование. То есть, я дома даже пользоваться не буду. Мне надо, грубо говоря, вот этот угол, и все. Все, мы на этом сошлись, я спокойненько работаю, смотрю за домом, она довольна, мне тоже нравится. Ну, потом к нам приехала моя семьюродная сестра и сказала, что бабушка, бабушке пустили слух, что у нас не все в порядке в отношениях, и Максим себе купил отдельный дом и теперь живет отдельно. Вот, на самом деле, все хорошо. Просто Максиму действительно дома неудобно работать. Ну, у нас одна комната, соответственно, нам нужно как-то время делить, приходится, и получается, что одновременно мы не можем все заниматься своими делами. Поэтому мы решили, что Максиму проще снимать дом и там работать, чем вот так вот мы будем мучиться. Вот какие про нас слухи ходят. Но я как-то ехала с одним таксистом, он такой говорит, вот вы хорошо разбираетесь в компьютерах, там муж у вас хорошо в технике разбирается, но Максим ему, как это, навигатор-то ему устанавливал, да? Чуть там, может только вас. Ну, в общем, он ему там что-то помогал с техникой разобраться, и вот он говорит, вы так хорошо разбираетесь в компьютерах, наверное, вы хакеры. Я говорю, ну, может быть, и так можно называть. А он такой ехал-ъехал, и потом говорит, вы, наверное, по ночам банки грабите. Я говорю, слушайте, но не настолько я хорошо разбираюсь в компьютерах. Но после этого я задумалась, думаю, надо же. Причем он не пошутил. Да, он не пошутил, он правда верит в то, что мы можем там банки грабить, и как-то вот я тогда задумалась, думаю, надо же, что люди думают, то есть если ты умеешь компьютер включать, а он не умеет, то значит, ты уже банки можешь грабить. Настолько банки у нас незащищенные, оказывается. Началось все с того, что я тут начал у местных компьютеров ремонтировать. Я захожу в библиотеку, там стоят компы. Я говорю, что он у вас так криво работает? Я не знаю. Я потыкался, все заработал. О, можете второй посмотреть? Могу. Сделал, заработал. О, я говорю, а что третий комп стоит? Да не знаю, он у нас много лет стоит, мы его даже не запускаем. Я открываю, о, нету вот этой части, часть поставила. О, так он, оказывается, работает. Я про себя как бы подумал, ну, для меня это немножко было дико. потом стали какие-то тетеньки приходить периодически. Здравствуйте, Максима, можно? У меня вот телефон сломался. В магазин приходишь, к нему кто-нибудь подходит, Максима, посмотрите, телефон опять сломался. Я вообще так смотрю, думаю, он тут как этот, ходит везде, по разным магазинам, технику чинит, в аптеке технику, там что-то у них с кассовым аппаратом. Да, аптека просила, там с кассовым аппаратом, нет, они просили поставить им антивирус, потому что своими силами они не смогли. А в магазине просили несколько раз, чтобы я им онлайн-кассу синхронизировал, не помню, с чем-то там. Ну, как-то, в общем, все это организовал. А потом они решили меня нанять. Нам тут вообще часто предлагают поустроиться на работу, несмотря на то, что мы им объясняем, что у нас работы очень много, и мы бы могли сами работой поделиться с удовольствием, но они почему-то не понимают, то есть, видимо, из-за того, что мы не выходим из дома каждое утро и куда-то не идем, то они не могут понять, чем мы занимаемся, как у нас работа вообще устроена, и как мы деньги зарабатываем. Тут мы недавно узнали, что есть люди, которые думают, что мы вообще малоимущая семья, и концы с клонцами еле сводим. вот мы похихихикали, ну, в общем, мы дальше работаем. Я как-то пришла в магазин, а там продавец разговаривает с женщиной, ну, вот, не знаю, мерчендайзеры или кто, вот они приезжают, там товар спрашивают, какой еще заказываете, и она так на эмоциях что-то с ней рассказывала, рассказывала, и в какой-то момент так на меня рукой махнула, эти вообще сектанты, и такая, ой, и в общем, я поняла, что, да, видимо, про нас такая ходит какая-то история, что мы сектанты, и потом я была в городе, Максим мне позвонил и рассказывает, говорит, у нас оказывается, ты знаешь, что мы сектанты с тобой, я говорю, да, знаю, я же тебе рассказывала тогда, он говорит, нет, а ты понимаешь, кто такие для них сектанты, я говорю, кто, но это те, которые детям что-то там внушают, как-то их там заговаривают, и они потом ходят топиться, я говорю, да ты что, и много детей тут утопилось с нашего приезда, я говорю, что-то кто ходил, до сих пор ходит, никак не могу отводить, чтобы не ходили конфеты, печенье, все уносит, вот и все. Как-то была действительно история, что я иду в магазин, стоят там три мужика, я говорю, здрасте, они такие, здрасте, один ко мне подходит, спрашивает, у тебя что волосы длинные, я не стриг волосы год по-моему или полтора, они у меня доросли уже там ниже плеч, и я как-то думаю, ну я похожу в этом, донести это как-то местным получилось невозможно, то есть у них сразу в голове что-то складывается, так, раз у тебя длинные волосы, наверное, ты работаешь батюшкой, раз у тебя длинные волосы, наверное, с тобой что-то не в порядке, один ко мне подходит, спрашивает, у тебя что волосы длинные, у меня просто длинные волосы, он говорит, ты батюшкой работаешь? Я говорю, нет, и такая пауза неловкая, я пошел дальше, я слышу, они дальше начинают что-то обсуждать, для меня это было странно, так же, как когда мы вот сюда приехали, начали сдавать металл, приехали три мужика, один такой здоровый выходит, что-то в телефоне тычется, я его встречаю, я говорю, дверь открыл, я говорю, проходите, забирайте, он такой, хозяин-то дома, я говорю, вообще-то я хозяин, он меня смотрит, он понять ничего не может, говорит, я думал, ты его сын, тебе лет там 18, я говорю, вообще-то мне пошел четвертый десяток, у него так, он не понимает, потом выходит Ирина, я говорю, это моя жена, у него опять так, а потом я ему говорю, разговор пошел, я говорю, у нас дома телевизора нет, у него так, это как, то мне думали, микроволновки тоже нет, я чувствую, его так, коротить начинает, мы все сдали, они такие уехали, я понял, что как-то он нас, наверное, запомнил, то есть, и у них вот, вот эти вещи у них не складываются, у нас вообще тут, нам сказали, что у нас кличка, ну, так, между ними там, что я, это, Дева Мария, а он Иисус Христос, у нас, я не могу сказать, что, вот у меня конкретно, у меня нет ощущения, что я здесь как своя, то есть, для этих людей, ну, вот, кто здесь давно живет, я не чувствую, что я своя, то есть, они понимают, что мы немножко отличаемся, мы вроде такие же люди, с двумя руками, с двумя ногами, но, тем не менее, у нас какая-то голова другая, нас совершенно по-другому все видит, и совершенно по-другому воспринимает эту реальность, и многие вещи, конечно, им непонятны, и, наверное, они же их и отталкивают, поэтому особо как-то, ну, такого, что там, давайте вместе дружить будем, и будем чаи вместе там пить, да, у нас такого не было, то есть, это, ну, как разные миры, что ли, получается, и им многие вещи, то, что мы делаем, они непонятны, может быть, да, интересно, но непонятно, а когда непонятно, люди не всегда идут навстречу, чтобы разобраться, чаще всего, многие уходят в сторону, чтобы не связываться, не вникать, ну, занимаются они там чем-то непонятным, ну, пускай развлекаются, главное, чтобы к нам не приставали, и все, в основном я чувствую такое отношение, что вот держат дистанцию, местные жители очень интересно себя повели, первое время, я тогда как-то в огороде, ну, ковыряюсь там со своими делами, занимаюсь, и идет женщина с двумя детьми возле забора, они со мной поздоровались, я с ними поздоровалась, и дальше занимаюсь своими делами, и прямо телом чувствую, что на меня кто-то смотрит, я поворачиваюсь, а там, как в мультике, Антошка, вот, когда дети там на заборе вот так вот с мордочками висят, такая же картина, три человека, я аж так немножко ошарашивалась, и говорю, что-то хотели, они такие, нет, мы просто смотрим, и мне как-то стало так неудобно, думаю, я вроде не на арене в цирке что-то смотреть, то есть вот такие моменты у нас были, когда вот в огород через забор заглядывают, и вот ходят, бывают по дороге тоже вот на цыпочке, так встают и смотрят с горки, потому что там видно, зайти поговорить стесняются, видимо, напрямую, может не принято у них так, и вот они через забор пытаются посмотреть, а что там, а как растет, и некоторые знают, что мы выращиваем, ну, не совсем стандартное растение, потому что мы пишем в интернете об этом, что у нас есть вот там такие-то растения, и, конечно, люди иногда, ну, видимо, в силу интереса хотят посмотреть, как это выглядит, но чтобы посмотреть, даже надо знать, где оно растет на этой площади, поэтому, конечно, тут без проводника будет очень трудно найти, но бывали у нас такие случаи, когда выходишь в огород летом, есть ощущение, что присутствовал кто-то посторонний, поскольку находишь некоторые предметы, которых не было накануне вечером в огороде, и следы присутствия чувствуются, так что кто-то, видимо, заходит просто посмотреть и уходит. Пермакультура это такие принципы, когда человек не насилует природу, когда он подсматривает природу и повторяет то, что она делает. Вот мы, когда заходим в лес, на поляну, у нас всегда либо растет травка какая-то, полностью все засажено травкой какой-то, либо все закрыто опадом листовым или остатками травы, то есть в нашем случае мы закладываем все полностью сеном. Мы миксуем растения, то есть нет же такого, что вы пришли и растут одинаковые травы, целое поле, то есть это уже такая человеческая получается деятельность. Мы все садим тоже, стараемся комбинировать растения, чтобы не было монокультуры, потому что когда все растет одинаковое, например, то получается, что пришел вредитель и он всю культуру сразу же нашел, сразу целое поле погубил. А когда есть растения в комплексе, какие-то совмещенные, то получается, что они бывают как лук, например, и морковка, они выделяют определенные запахи и друг у друга вредители отпугивают. И вот такие союзы растений помогают друг другу сохранять. И мы тоже некоторые культуры вместе совмещаем. У нас там растут томаты с базиликом таким образом, здесь у нас растет бамия, салат, укроп полностью все засеяно. И вот таким образом мы закрываем всю землю. Земля под растениями, когда она закрыта, она обычно мягкая, рыхлая, то есть ее не надо перекапывать, ее не надо рыхлить, ее не надо пропалывать, потому что вся земля либо сеном закрыта толстым слоем, и солнце туда не попадает, соответственно, растения, сорняки, они не прорастают. Либо все засажено очень плотно, и таким образом сорнякам тоже негде расти. Они просто не могут прорасти через этот плотный объем. Когда мы сюда переехали, то мы ни я, ни он вообще никогда ничего никуда не сажали, и, соответственно, у нас опыта не было совсем. Поэтому первый год, первый сезон, мы все делали так, как нам говорили родители. Традиционный такой принцип земледелия. Мы попробовали, и первую картошку я выкапывать отказалась, потому что я воткнуть лопату смогла, а дальше я с ней сделать ничего не смогла. Мне не хватило даже собственного веса, я на нее навалилась, и я не смогла ее сдвинуть с места. То есть Максим ходил и несколько заходов делал с перерывами, чтобы выкопать вот этот небольшой кусочек посадки нашей картошки. На следующий получается сезон я ему сказала, что мы больше так сажать картошку, как они не будем, потому что зимой мне было очень скучно, и я смотрела, как и что выращивать, потому что я же ничего не знала, соответственно, я искала в интернете информацию, как и что выращивать. И таким образом я нашла какой-то необычный способ для меня, и тогда я поняла, что наверное в этом есть некий смысл, потому что эти люди не копают картошки, вообще свою землю не копают. Мне так стало интересно, думаю, если не надо копать, то наверное я даже без Максима справлюсь. А Максиму одного раза вот этой вот картошки хватило, и он сказал, больше я вообще давай просто покупать будем, я вообще больше ничего садить не хочу, зачем что-то там садить, это так умотаться, столько работать, мы можем просто все купить. Я решила попробовать, и когда он сказал, ты собираешься посадить опять картошку, я сказала, мы не будем садить так, как это делают все, мы посадим ее по-другому, и только по этой причине наверное он согласился поучаствовать в этом эксперименте, когда особенно услышал, что копать ничего не надо будет, он решил, ладно, давай еще раз попробуем, мы посадили ну примерно столько же, сколько мы садили в первый сезон, мы выкопали картошки так много, что мы ее потом продавали, раздавали, и еще выкидывали, потому что ее осталось очень много, я поняла, что столько картошки нам не надо, мы сократили ее в два раза, то есть мы посадили в следующий раз уже в два раза меньше картошки, а урожай собрали ровно столько же, сколько мы собрали первый раз посадив в два раза больше, и картошку мы собрали уже на второй раз природного земледелия, крупную, земля у нас была мягкая, и там не то, что я могла ее выкапывать, я ловила Мишу, потому что он ее выкапывал без моего ведома в середине ряда, и убегал с ней делал печенки, и я когда узнала, что у меня вот уже ряд покоцанный посередине, и там непонятно осталась картошка, все, он ее выкопал, или нет, мне пришлось ребенку проводить разъяснительную беседу, чтобы он просто перестал это делать. вот здесь у нас посажена картошка, мы садим рядами, грядками, скажем так, то есть у нас одна грядка идет, это какие-нибудь бобовые культуры, сидираты, а следующая грядка идет в два ряда, мы садим картошку, на следующий год у нас эти грядки поменяются местами, то есть там, где растет картошка, будут расти бобовые или сидираты, и там, где растет сейчас вот это нут растет у нас, здесь мы посадим в следующем году картошку, Картошку мы практически никак не обрабатываем, только в самом начале посадки. То есть мы берем клубень, его пророщенный уже окунаем в сияние, он у нас там немножко лежит. Потом мы проливаем борозду, мы такие плоскорезом борозды проводим здесь, нарезаем. Проливаем раствором с метарезином и потом уже высаживаем как раз картошку. То есть мы ее раскладываем, закрываем компостом и потом укрываем сеном. Она сама через сено прорастает, мы ее подрастет еще немножечко, мы ее еще укроем сеном, потому что она начинает расти и так как она не совсем в земле, то ее от солнышка приходится закрывать сеном толстым слоем, чтобы она не зеленела. И таким образом, когда мы приходим копать картошку, мы убираем ботву вместе с сеном и выкапываем картофель. Ну и за счет того, что земля обработана метарезином, вот на сегодняшний день у нас жуков никаких нет, потому что метарезин это по сути грибок, который вот этих всех насекомых заражает. И они даже если уходят к себе куда-нибудь в домике, они эту заразу уносят с собой. Ну и соответственно потом даже если от соседей кто-нибудь в гости прилетит, они уже тоже заразятся. Картошка чистая у нас и мы ее никак не окучиваем, ничего дополнительно не делаем. То есть один раз посадили, картошке нужна органика и вода. Все. Мы огород поливаем только в экстренных случаях, потому что под сеном там земля пересыхает гораздо медленнее. То есть когда земля открыта, то испарение оно происходит на постоянной основе. Когда земля закрыта сеном, то там влага сохраняется за счет того, что нет такого большого испарения. Ну и как бы смысла нет поливать. То есть у нас вот хотя помидоры находятся в теплице, у нас получается, что там мы очень редко поливаем. То есть я поливаю там тогда, когда я вижу, что листики уже начинают увядать. И вот тогда я поливаю. Ну вот сейчас у нас, например, в июне дождь был 3 июня. И вот буквально в 20-х числах июня еще вот следующий дождик пришел, да. Мы поливали за этот период 3 раза помидоры в теплице. То есть это немного. Как определить плодородное почву или неплодородное? Вы берете, землю достаете, вот так ее сжимаете. Влаги не хватает. Она должна в комочек такой превратиться. Нажимаете пальчиком, она рассыпается. Это считается плодородной земля. Так, вот она здесь, в принципе, вся такая, где закрыта. Закрываем обратно. Вот и все. Перекопка – это когда глубоко идет вспашка такая. То есть мы меняем местами, да, верхний слой с нижним слоем. И вот в верхнем слое живут микроорганизмы, которым нужен воздух. А в нижних слоях есть микроорганизмы, которым воздуху вреден. То есть если их перекопать и поменять местами, получается, то и те, и другие погибают. Соответственно, когда люди осенью перекопали, они весной приходят, а там такие голыбы лежат. Вот даже едешь, когда по полю, там всегда такие прямо голыбины лежат. Земля вся мертвая. Потому что все бактерии, полезные для микрофлоры, почвы, они погибли. Мы делаем по-другому. У нас сезон новый начинается осенью. То есть мы убрали урожай и полностью все закрыли. Все грядки у нас закрыты сеном. Когда мы приходим весной, мы поднимаем просто это сено, высаживаем культуры. Они у нас, если с семенами, то мы ждем, когда они прорастают и закрываем их снова с сеном. Либо мы высаживаем, если рассаду, то мы просто делаем лунки небольшие в сене и туда высаживаем рассаду. И поэтому у нас не возникает вообще в принципе такой ситуации, когда землю надо там как-то очень сильно перекапывать. Она рыхлая. Там руками можно все разгрести. То есть если мы сейчас выйдем, где-нибудь вот просто разгребем сено и попробуем рукой взять эту землю, мы это сможем сделать. Если у нас была бы почва перекопана, то, как правило, она бы была сейчас. Сейчас вот мы садили дубы недавно, у нас там просто настолько сухая и плотная земля, что мы не могли лопатой просто ее никак вообще вскопнуть даже. Поэтому в этом плане пермакультурное земледелие, во-первых, бережет спину, во-вторых, это менее трудозатратно по времени, и в-третьих, это польза для почвы, то есть с каждым годом эта почва, она становится более плодородная, потому что вся вот эта органика, она переваривается микроорганизмами и, соответственно, плодородная очень становится земля. Но мы выращиваем, наверное, не самые обычные растения. У нас есть традиционные, как картошка, морковка, лук, вот, есть не совсем традиционные растения, как вот здесь, например, растет у нас бамия, батат у нас здесь растет, вот виноград мы выращивать пробуем, ну, как обычно, все перцы выращивают, что у нас такого необычного еще есть. Пастернак бывает выращиваем, в этом году не посеяли, не успели. Да, у нас много лекарственных трав мы выращиваем, несколько видов мяты, мелисса у нас есть, котовник, у нас есть краснокнижное растение синюха, она тоже считается лекарственной, у нас есть корень алтея, вот алтея мы выращиваем. Ну, потихоньку мы как раз вот высаживаем растения, ну, и дикоросы у нас тоже растут, это тысячелистник, зверобой, таволга, то есть эти растения мы не убираем, они как бы считаются как сорняки, пижма, они у нас растут. Вообще я проходила обучение у нескольких разных людей, кто-то был фитотерапевтом, недавно вот я буквально ездила в Перм, училась у доцента биологических наук, вот, и она как раз мне рассказывала и дозировки, и какие лекарственные растения, как их правильно собирать, как их правильно сушить, и вот очень много вещей рассказывала она. Да, я у них учусь, у них спрашиваю, и как раз потом вот пользуюсь их знаниями. Ну, пермакультурный огород для моей мамы, это, конечно, кошмар, потому что человек, который привык, что у него все гладенько, ровно, и видна земля везде, и ни одного сорнячка, он, конечно, когда видит пермакультурный вариант огорода, для него это трэш полный. Но мы понимаем прекрасно, что любое растение в нашем саду, оно играет определенную роль. У нас нет лишних растений, у нас все растения, они что-то делают. У нас, например, есть растения, которые мы оставляем специально, чтобы они цвели и привлекали полезных насекомых. Любые зонтичные сельдерейные растения, они привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, например. Божьи коровки – это полезные насекомые. Те же там муравьи – это полезные насекомые. Птицы – это тоже полезные помощники для сада и огорода. И тут тоже надо разобраться, кто из них хороший, кто не очень, потому что есть такая иллюзия, что муравьи – это ужас, кошмар и беда. И все спрашивают, как их подравить. А на самом деле муравьи, пауки, ящерицы, ужи, ежи, кроты – это все помощники. И не надо с ними бороться. Их, наоборот, надо, как говорится, к себе привлекать. Нужно знать, как их привлечь на свой огород. Нужно помочь им пережить зиму на твоем огороде. И тогда урожай будет радовать, и никакие там убийственные какие-то препараты не нужны будут совсем. Кроты, они едят личинок, которые повреждают корни растений. То есть, по сути, все там переживают, что они вредят растениям, но на самом деле они им помогают. Да, они там немножко могут повредить растения только из-за того, что они роют землю. Но основная задача у кротов – это именно поедание вот как раз вредителей растений. И они, получается, помогают. У муравьев, у них тоже очень интересное… Есть такое вещество, которое они выделяют. То есть, муравьи что делают? Они берут и, грубо говоря, труп той же гусеницы затаскивают к себе в подземный этот муравейник. И если бы вот у них не было своего какого-то вещества определенного, не помню, как называется, то они бы просто вот от трупных ядов погибли бы все в этом муравейнике. Но ввиду того, что у них это вещество есть, они сами не погибают. И растения, которые вот рядом с ними находятся, они более здоровые, потому что вот это вот их вещество, оно на них воздействует и укрепляет эти растения. То есть, они меньше болеют, меньше подвержены всяким инфекционным, грибковым заболеваниям. Просто за счет того, что они соседствуют с муравьями. Поэтому муравьев выводить там не всегда целесообразно. Все цветущие медоносы у нас тоже остаются для привлечения пчел, потому что если не будет пчел, у нас не будет опыления в саду. Соответственно, у нас не будет и плодов завязываться. Скептическое отношение было у родителей, потому что они выращивают все по традиционной технологии. Они перепахивают каждую весну и каждую осень свой огород. И они нам говорили, что у вас ничего не получится. Что вы тут за ерундой занимаетесь? Вообще, зачем вы все посадили по такой технологии? Сделали бы 2-3 рядочка, там ту же картошку, попробовали бы, вдруг ничего не вырастет. Мы всегда говорили, что не вырастет, значит мы пойдем и купим. Нам было проще. И мы понимали, что если мы попробовали уже кусочек и нас это устроило, изначально мы все равно выбирали маленькую, скажем так, площадь, на ней тренировались. Следующую зиму еще доизучили весь материал, потому что поняли, что смысл есть. Разбираться стали глубже и поняли, что на самом деле это очень интересная такая технология, в которой важно все. Но в большинстве случаев у нас из местных жителей к нам ходит, наверное, только дядя Вова. Который ходит на экскурсии. Так, что вы там посадили, дайте-ка я посмотрю. Говорит, столько лет уже живу, а вот такое я в первый раз вижу. Ну-ка, давайте, показывайте. Мой-мой, это, это. Он пойдет у себя тоже сделает. Ну, ему нравится. Бывает, он у нас действительно приходит, смотрит, как мы делаем, потом у себя применяет. Чем дольше человек использует принципы природного земледелия, тем более плодородной становится почва, она становится более мягкой, рыхлой. И за счет этого урожая они гораздо больше, чем при посадке традиционным способом. Поэтому постепенно у нас грядки сокращаются, мы садим уже меньше. И при этом получаем урожаи такие же, как в предыдущие года, когда сажали больше. Что касаемо огорода, например, я не скажу, что мы делаем все прям одинаково пополам. Нет. Что, где должно находиться, заведует Ирина. То есть я в эти процессы даже не лезу. Я иногда даже не знаю, где что посажено. А что касаемо, там, сколотить грядки, там, принести землю, сделать водопровод, там, поставить бочки, там, протащить насос, что-то еще, это все делаю я. Я с Ириной согласовываю, где тебе надо, чтобы была та или иная штука. Здесь. Я говорю, окей. Беру там листочек, все разрисовываю, согласовываю. Тебе подходит? Да, подходит. Я начинаю делать. То есть без ее ведома в огороде я особо не ковыряюсь. То есть я не строю. А что касаемо, там, просто пойти что-нибудь посадить, я уже умею. У нас нет как такового разделения. То есть раньше мы пробовали, что женщина, ее круг обязанностей дома. Мужчины за пределами. А потом просто пришли к тому, что, ну, нету какого-то такого жесткого разделения, нет границ. Но по умолчанию, как бы, все, что, например, под крышей, это мое пространство. То есть там всем заведую я, там, гаражом, своей столяркой, просто тем, что находится в ограде. Это мое. Тем, что находится в доме, как бы заведует Ирина, ну, понятно, я тут тоже все делаю. То есть какие-то бытовые вопросы по дому или под крышей, они не делятся на мужские и женские. Они делятся с точки зрения занятости. То есть если, например, сейчас необходимо сделать, например, вот эту работу. Свободен я Ирина, нет, значит сделаю я. Если свободна Ирина, я занят, сделает Ирина. Ну, понятно, что если это какая-то тяжелая работа, что-то там носить, что-то там копать, это делаю в любом случае я. Не делает Ирина, но делает просто в 4 раза медленнее. Да, делает очень медленно. Напеките мне блинов, чтобы были пышные, нынче масляная неделя, можно съесть не лишнее. Разрешите поплясать, разрешите токнуть, неужели в этом доме половицы будут? Все? Голос кончился? Ну, помимо своей деятельности профессиональной у нас здесь мы создали фольклорный семейный клуб, который назвали Кубарь. В честь такой старинной игрушки с одноименным названием играем сейчас теперь с детьми, со взрослыми. Мы приглашаем на наше мероприятие туристов. Изначально мы вообще просто пригласили к Мише в гости его друзей. И дети у нас готовились петь калятки на Рождество. Вот мы сходили с ними на Рождество, попели калятки. И когда вот возвращались домой уже, дети у нас немножко загрустили. Я их спрашиваю, что случилось, почему вы грустные, вам что не понравилось. Они мне сказали, что им очень понравилось, но им бы хотелось, чтобы их друзья тоже вместе с ними сходили, попели калятки. Чтобы они также получили какие-то угощения, подарки. Потому что детям там даже игрушки подарили, не только там сладости дали. И они ушли очень довольны. Но вот это вот искреннее действительно желание детей, чтобы они поделились вот этим своим счастьем с другими, меня натолкнуло на мысль, что почему бы не помочь детям действительно поделиться этим счастьем с другими. И вот тогда родилась идея создать вот этот семейный фольклорный клуб. После этого я встретилась с администрацией. Мы поговорили с администрацией округа. И они нам разрешили проводить занятия в местном доме культуры. Изначально мы собрали детей просто обучать их играть. И готовили их как бы к определенным мероприятиям. Но в какой-то момент у детей пошел спад интереса. И тогда мы придумали экзамен. То есть в конце года у нас дети сдавали экзамен названия «Хранитель древних игр». Если ребенок знает и может научить других играм, то он считается хранителем древних игр. Если он знает пять игр, значит он хранитель первого уровня. Если десять, то хранитель второго уровня. И так каждый уровень прибавляется еще пять игр. На сегодняшний день мы выпустили двенадцать хранителей игр. Вообще мы основываемся на русском фольклоре. То есть русский народный фольклор у нас. А русская культура, она наверное настолько многогранна, что вот за пять минут про нее даже и не расскажешь. Потому что в ней есть фактически все. В ней есть и профилактика каких-то нарушений в развитии. В ней есть возможность безопасно и экологично прожить какие-то психологические тяжелые моменты. То есть раньше любая трудная работа, тяжелая, страда, вот это когда синокоз был, например, это все выполнялось с песней. С песней вся работа была. И эти песни, они помогали людям прожить вот эти тяжелые какие-то периоды. И неважно, это тяжелая работа была или тяжело было психологически. То есть в русской народной культуре очень много таких вот разных элементов, которые людям сейчас самостоятельно, вот они не могут с этим справиться. А тогда люди могли с этим самостоятельно справиться, потому что у них был вот такой набор инструментов на разные ситуации. И у них вот этот чемоданчик спасительный, он с самого детства закладывался постепенно, чтобы человек сам себя мог структурировать, направить в нужное русло и сохранить в таком физическом и психологическом здоровье. Мы играем в фольклорные игры, в основном дворовые игры мы тоже используем, но реже. В основном все-таки фольклорные. Почему выбор выпал именно на них? Потому что в дворовых играх нужно меньше, скажем так, задействовать разных своих ресурсов, чем в фольклоре. В фольклоре, как правило, все игры, они имеют какой-то некий текст, песенку. Ее нужно воспроизводить, ее нужно воспроизводить по памяти. То есть это как минимум уже два отдела головного мозга работают у ребенка. При этом нужно совершать какие-то определенные движения, которые регламентированы. При этом нужно еще проявлять ловкость, выносливость порой бывает и другие качества, волевые и не только. И поэтому здесь работа у ребенка происходит более глубинная, чем поиграть в просто там, не знаю, крестики-нолики, вышибалы, еще что-то. То есть это очень такая большая глубинная работа головного мозга получается в каждой фольклорной игре. Золотые ворота мы играем, ручеек. У нас есть игры на развитие навыков рукопашного боя. Это, например, сундук. Очень нравится и взрослым, и детям, потому что позволяет снять вот как раз накопившуюся агрессию, напряжение. Если занятие было по, допустим, чему-то новому, то детям, как правило, на занятиях очень трудно. Потому что это новое, это трудно, нужно это освоить. А все, что новое, оно не всегда легко дается. И бывает, что дети в конце занятия говорят, наконец-то, все закончилось. Иногда бывает, что, а давайте еще поиграем. То есть по-разному мы заканчиваем свои занятия. Но дети очень любят праздники. Потому что праздники у нас всегда с чем-то очень вкусным. В прошлом году на первое занятие мы устраивали чаепитие с большим количеством фруктов. И самое главное у нас было на столе, это был арбуз. Дети прямо, когда увидели арбуз, хором кричали «Арбуз!». Это было гораздо круче, чем любой торт. Поэтому мы поняли, что в сентябре мы будем детям приносить арбуз. Вот это у нас такая будет маленькая традиция. Праздники дети у нас, правда, очень любят. Они очень стараются. Им страшно петь частушки, потому что все на них смотрят. Они, бывает, скаменеют и не могут вспомнить слова. Но, тем не менее, каждый старается все равно свою часть выполнить работы. Потому что они как-то научились и поняли за последний год, что мероприятие — это общее такое дело, где каждый важен и каждый нужен. И у каждого есть своя роль. И он может как цветочек раскрыться и показать, какой он есть. Здесь красивый, прекрасный в этом коллективе. Агент 007 продвигается. Котята! Агент 007 заметил вражеского кота Мартиза. Он идет его гладить. Алиса. Тебя надо пристроить в малыш куда-нибудь. Надо в секундочку. В красоту такую. Да? Ой, какой ты горячий. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что касается развития туризма именно в Воспу, то это территория, которая на сегодняшний день, она интересная, но про эту территорию мало кто что знает. И конечно сюда необходимо какое-то вливание финансовое, потому что здесь нет какой-то такой туристической инфраструктуры, элементарных удобств, туалета какого-то общественного, нет точки питания. Самое ближайшее это у нас в Уинске получается, но тем не менее мы проводим мероприятия с привлечением туристов. То есть однодневные туры мы организовывали уже, можно так сказать. Вопрос в том, хватит ли у нас на это ресурсов. Мы сами пока что ищем туристов сюда, мы сами пока что разрабатываем все мероприятия для туристов, сами же их проводим и получается все везде сами в основном, администрация, они как бы больше на подхвате. То есть они, надо вам что-то, обращайтесь, мы обращаемся, они нам помогают, чем могут. То есть это получается такая, ну скажем так, наша ведущая позиция их подхватывающая. Хотя они в принципе очень заинтересованы, по их словам, в том, чтобы здесь туризм развивался. У нас есть события, которые нам бы хотелось все-таки провести в рамках нашего фольклорного семейного клуба. Традиционные уже, да, то есть мы уже дважды ходили, пели калятки. Соответственно, нам хотелось бы продолжить, нам бы хотелось, чтобы в этом году у нас состоялись вновь богатырские потешки. Нам бы хотелось, чтобы мы капустную вечерку вновь провели. Мы планируем обустройство нескольких туристических маршрутов. Вот мы уже проговаривали с администрацией варианты. Пока рассказывать не буду, скажу только, что они связаны с историей села. И есть варианты маршрутов, связанных именно с растительностью данного района. Поскольку здесь есть интересные растения, которые люди, может быть, даже и вообще не видели никогда. Они здесь прекрасно растут, цветут. Мы для себя поставили определенный срок. То есть любое дело можно сделать, если есть три вещи. Время, язык и команда. Команда у нас уже есть. Время, ну, по сути, идет. Язык, мы его формируем не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не менее. У нас есть свой язык, у нас есть уже те люди, которые на нем разговаривают, и кто его понимает. Поэтому я думаю, что нам осталось только решить вопрос времени, а это занимает от шести до десяти лет. И поэтому за шесть, там, тире десять лет это все сделать реально вопрос только в том, насколько мы захотим этим заниматься дальше. Потому что сейчас так интересно складываются обстоятельства, что мы уже сами начинаем задавать вопросы, к чему нас это все приведет. Мы выбираем дорогу, мы начинаем понять, если она складывается благоприятно, все, нам точно туда. То есть здесь как бы без вариантов. Если все время начинают стучать по голове, мы просто понимаем, либо не туда, либо не так. То есть я начинаю, например, менять инструментарий. То есть одна задача, менять инструменты. Так, так и вот так. Так, если не складывается никак, я понимаю, все, я туда просто не пойду, и все. То есть мы конкретно на это полагаемся. Мы чувствуем, мы видим, как бы нам понятно. Если дорога наша, всегда придет человек, всегда придет кто-нибудь, всегда придут любые обстоятельства, которые сложат. Если ничего не запускается, все, нам просто не туда. И не важно, что там кто сказал, как там что написано, как там что, например, пропиарено. Не важно, нам не туда и все. Мы так живем. Здесь складывается дорога. Мы так живем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...